всем привет ребятушки всем доброго утречка сегодня пятница у нас выехала я поработать такси такси кун на связи с вами фбр тоже добра в лай позитивчика сегодня вас ждет сука пушечный надеюсь супер суперовый выпуск погнали к его просмотру так ребятушки выезжаю такой пробег 292 км и в конце вот такое времечко 9 часов 46 минут понял добрый ребятушки включения так что хотелось бы сказать эту кашу вез бабулечку она собственно ехала на блаблакар хотелось бы у вас спросить до первую очередь то есть я сотрю многие реально тенденция такая таксисты то работают такси то и катать на блаблакаре там летний сезон например по морям ездят потом зимний сезон еще куда-то меняют собственно свои дислокации напишите в комментах как вы пробовали себя блаблакаре и как там вообще интересно ваше мнение по этому поводу может там даже больше можно заработать чем такси потому что смотрю что в такси бывает работы нету блаблакар ты договорился взял там три четыре человека и гарантированно заработал деньги и плюс она вот рассказывала ее привезли сюда в харьков этот на блаблакаре высадил там людей осталась одна она и он ее еще как такси довез до салтовки так что такие делишки я думаю неплохо плюс он заработал дополнительно бабосы давайте репзи до выключения как он кстати моя чичи пишите в коментах красивая отдел посмотрите ребятушки кто местный зеленый гай парк сорокалетия бывший как переделывает просто красоте не уже здесь такое впечатление что не даже до холоду успеет джипчик тоже красава едет пушка ракеты а крепли смотрите светофорчик от велозаводской мост кто не видел я вчера протусил на ребятушки стартуют эти второй подбородок едет на нас так чичики бомбоне скоро будем тут летать просто порхать вот она же вырисовывается развязочка и там же островок зашевелилась к выборам ближе да ребятушки напишите в комментах как вам реновация вот это велозаводского моста да и что там ставят светофорчики как вам нравится не нравится как вы считаете на нормуль там будет или все-таки будет что попало г и может лучше было раньше лучше будет ваше мнение обязательно мне очень интересно довез только что парня прикольно сразу меня предупредил что у него 500 гривен спросил есть из дачи да написал то есть пока ехал я написал сюда спасибо ему за чаевые оставил мне на чаю 15 гривен очень большое спасибо сейчас прямо пойду и плю за них чаек в этом самом кулиничах потому что хочется чая после тренировочки попью чайку и погоню на следующий заказик добра бабла позитивчик арибзе погнали дальше крошевный так скажу крошевный знам туда да кстати как у вас проходит денечек напишите пятница сколько его бабла сейчас рубите интересно есть заказы вообще напишите заказали нету и ребятки пожалуйста рибзи самые дорогие мои самые уважаемые пишите побольше комментам любые можете всякую херню там писать или умные комменты пишите пожалуйста комменты очень очень ваш чем больше будет комментов больше будет у меня мотивация делать вам покачественные видосы и лайкосики ставьте обязательно и кто не подписан подпишись на канальчик я смотрю как ездят я говорю там еще в грузии не были там так ездить страны вы были я видел я ходил я ходил я там а как пешеходы ходят там вообще страны не почти в турции нет в турции чтобы вы знали даже ничего не ездить не в сравнении с грузией и ее примерно по свидетельству с уважением а еще такая тема ребятки вот будние дни честно такие какие-то шлаковые по заработкам то ли я так выезжаю то ли ну я так понял что в будние тяжело заработать там за часов 8 10 даже гривен 800 сейчас так то есть когда в красную зону попал Харьков интересно это у меня одного так или у вас то есть вчера я вообще дома остался там он как видели котел ремонтировал так далее и тому подобное то есть может у меня так только или у вас тоже такая же проблема с заказами кстати 400 грешек бонуса я получил интересно бонусы вообще будут я думаю что бонуса уже не будет потому что из этой красной зоны заказов стало меньше водителей будет уберу достаточно тоже пассажирам не будет достаточной подачи будет по 10 км мне кажется уберу насрать на все это пишите тоже что вы думаете по этому поводу то есть как мы там будем добираться сколько будет ждать там пассажир им пофигу но бонусов нам наверное не видать в лучшем случае мне кажется туда под новый год мы какие-то может быть бонусы может быть до в том году по моему никаких не было были коэффициенты я работал да можно заработать денежку но бонусы не помню здравствуйте 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 садись здравствуйте здравствуйте ребятушки смотрите хибару уже оборудовали просто по люксовской теме или что это за здание не знаю пишите в коментах как вы вообще относитесь к этому всему я понимаю что люди должны знать мне кажется это должно быть какое-то здание нормально солнечные батареи уже стоят на крыше вот пожалуй старин так ребятушки рассказываю быстренько вам лайфхак то есть вы поняли за чаек я говорил вам что парень мне дал на чай вот чай greenfield с малиной вот таком стакане вот такой крышечкой единственное что сделал я налил сам себе там кипяточку специальный аппарат стоит кнопочку зажимаешь держишь он тебе льет кипяток стоимость данного чая вы сейчас просто офигеете это бомбезный лайфхак чела я бы сказал так 360 360 3 гривны 60 копеек то есть стоимость чая получается это вообще просто минимум минимально это в арбузе покупал я это там я постоянно кофе беру из сумского рынка такая сеть арбузов по всему Харькову то есть заходите в арбуз и берете себе такой чаек за 360 там greenfield разные зеленые черные с малиной какой угодно то есть пакетик закрыт сами открыли кинули кипяточку залили крышечку ляп и погнали добра бабла ребятушки вот такой лайфхак а я поехал дальше на следующий заказик потому что девчуля ждала пока я чай там себе делал туалеты расхожу вот так далее и тому подобное пишут уже девы есть я пишу что лечу к вам говорит жду возле посадок все вроде бы загрузились привез эту девочку на горизонт он собственно она грузится там подъезд заходит и еще хотелось бы вам сказать ребятки говорит что на горизонте я сказал что раньше тут гулял и тут продуваемость просто сумасшедшая реально ветер такое впечатление что тебя пронизывает к чему она еще добавила кстати вон по моему еще одна моя пассажирка если не ошибаюсь которая сегодня была не она и коляску говорит не может эту занести в лифт в общем она не влазит приходится заносить ее на руках я конечно под офигел говорит хорошо что на втором этаже а если где-то наверху то есть какие-то коляски влазят а какие-то не влазят современные а вот так вот смотрите какой аутентичный киоск оля 90 в кущарях стоит на горизонте водка пиво разливное это все мое родное родные мои роднулечки подъеду я наверное в сторону потому что я не знаю сколько я тут на горизонте заказика буду ждать стоять вот отъезжаю от заправки БРСМ и у меня ребят такое впечатление реально что у кого-то там толстая тетенька это на окружной кто может знает ее продавчиня там совсем не доброзычливая короче злая какая-то такое впечатление что у кого-то сегодня из писи кровь потекла понимаете потому что реально блин ну она сумасшедшая как вы думаете из писи кровь потекла или нет пишите в комментариях обязательно мужики все добрые блять нормальные продавцы бабы блять девки такое впечатление что не адекватным полным каким-то блин просто трэш какой-то но кофеечек взял залил бензинчика 10 литров и газа полный бак погнал дальше как раз заказик с горизонта пришел я здесь заправлялся на окружной и заказик пришел это снова вы а это снова я да? да видите ваше пророчество о том что вы берете одни и те же работают бывает а я честно говоря привез сюда девушку с коляской на ту сторону и думаю поеду я наверно туда в сторону хтз не будет тут никакого заказика потом думаю не заеду на заправочку туда на БРС да и тут я открываю удач смотрю о кто там на заправке стоит думать да кстати на топливо потратил на 10 гидров бензо и газа до полного 660 гривен если кому интересно ребятушки это та девушка если кто смотрит мое видео с которым мы по окружной ехали и заказик там вышел не маленьких денег тогда и получается таким образом я кассу сделал больше 1000 гривен в день за 8 часов рабочих и вот опять она ну она довольна все окей с европы недавно приехала она кстати там тогда сама сказала что давайте поедем по окружной быстрее будет сейчас жду остановился на восторге что-то она тут должна сделать и потом дальше едем давайте до включения да ребятушки кто не знал кстати вот я привез эту девушку на второй адрес третий она не может уже добавить в убери у нее побеждала поездка поэтому как бы я не боюсь там добавлять хоть 10 20 точек 30 еще хотелось бы сказать как можете выйти вы из положения то есть вы приехали на вторую там третью точку человек не может следующую добавить вы берете просто-напросто и что делаете вверху там черная у вас такая полоса где написан адрес куда вам ехать вы на нее нажимаете и снизу будет там то есть точка например это у вас будет караван нажимаете там карандашик справа будет или ручка такая на карандаш в общем похоже нажимаете на нее вы можете изменить у себя в приложении адрес как водитель и пишите например вам надо на французский бульвар или московский проспект 115 вводите французский бульвар и все адрес меняется вот такие ребятушки делишки такой лайфхак делюсь с вами вдруг кто не знал давайте до включения а я жду ее и поедем на третий адрес паровозик мочит через московский проспект он видите ребятушки поехал поехал потихонечку дудел тут все в шоке не поймут что происходит когда-то и я так переправлял на заводе электротяжмак ребятушки в описании напишите кто знает что это за установочка такая горчит здесь да ребятушки вот сейчас везу собственно посылочку напишите в коментах что вы думаете что здесь вообще лежит вот очень интересно да и тоже напишите в комментариях ну то есть что самое интересное вы возили может самотык кто-то там вез еще там мечту дальнобойщика то есть искусственную вагину кто что там с вас вез напишите обязательно в коментах очень интересно ребятушки только что уронил маску и уронил ее вот сюда сейчас покажу вот там внизу она валялась в этом мусоре и что вы скажете что мне делать одевать ее или что мне с ней делать напишите в коментах что бы вы делали ребятушки привез я этот пока ванна тут видите перерытая дорога непонятно я девушке сказал конечно что я буду ждать здесь то есть вот стоит машина я туда не поеду объезжать я не буду мне это не надо это как бы доставка да я уже под вторым заказом она что-то морозится выключила телефон ну как тупо ничего не молчание бомба это лежит здесь ребятушки кто смотрел видосик по приготовлению видите пенится просто пиздец твердая бутылка ебануться надо бы его закрывать пишите в коментах ребятушки пизданет данная бутылка там в бардачке или нет пока я буду сейчас следующего пассажира вести ваши ставки господа ну-ка быстренько и лайкосик мне какая-то пробочка при выезде туда киевская не пойму что за фигня ребят пишите в коментах вот видите нарисованно у меня тут здесь карта мы красненький кружочек и едем мы куда показывает синяя стрелочка спасибо доехать так ребятушки сейчас обедаю короче в тачке возле будмена буду обедать вот так вот потому что вез столько что парня который болел сами знаете чем ковидом с открытой дверью приходится хавать ребзя я думаю вам интересно собственно говоря бомба это взорвется или нет напиток сейчас проверим пенится жестко просто ребятушки ну как вы думаете не сиди а я на баваре это пиздец какой то все поставил в сторону дома шурую потихонечку сегодня такой нормальный денечек будут интересные видосики у вас скоро да и этот я думаю тоже прикольный кстати надо же взорвать нашу бимбу которую я наколотил давайте попробуем скоро это сделать откручиваю ребятушки главное аккуратно это все делать откручивать и пьем бомба попробуйте не позалите я вам говорю ребят просто охуенная тема хочется на пьем на крыльях на крыльях на крыльях задать на крыльях добрый надо с парканчика попить такие колеса надо пить чтоб судорога не сводила ну да если пить не будешь инфаркт ёбнет тебя скоро это без шуток еду бебеди ребзя так напали только что на меня ну а кто и как увидите в следующих видосах проехал прав получается 460 километров отнимите сколько там заработал 900 гривен давайте до выключения